Война России против Украины не ослабила желание Кремля вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2024 году. Об этом сообщает Рыбака Украина с ссылкой на CNN. Директор Агентства национальной безопасности Шапл Накасона заявил, что у России все еще есть возможность, несмотря на изнурительную войну против Украины, вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах. Давайте присоединим к нашему эфиру Бориса Тизенгаузена, политтехнолога, и уточним этот и не только этот вопрос. Борис, здравствуйте. Борис, приветствуем. Приветствую вас. Действительно ли у России есть еще возможности вмешиваться в выборы в Штатах? Если да, то каким образом? Ну, какого кандидата они будут поддерживать? Это понятно. Ну, конечно, есть эти методы. Они, в принципе, те же самые остались. В свое время Россия использовала колоссальное количество ресурсов, которые они вкинули в ботофермы и прокачивали там общественное мнение. То есть, ну, довольно умело это делали. То есть, было несколько вариантов вмешательства в выборы. Первый – это вот ботофермы Twitter, Facebook, Instagram и так далее, все соцсети, через которые они там продвигали определенные тезисы. Второй вариант – это, ну, такой прям хакерский. Это взлом. Помните, взломали, когда сервер и почты некоторых представителей демократической партии, в том числе Хиллари Клинтон. И потом использовали эти материалы для дальнейшего разгона. Ну, и третий вариант – классика жанра – это серые деньги, это лоббисты, это публикации в американских СМИ и некие инсайды из Кремля, мол, там поддерживаем того или другого. То есть, там колоссальная вариативность инструментария, она довольно широка. Вопрос в другом. То есть, в данном случае Россия рассматривается под увеличительным стеклом. То есть, все, что будут делать российские хакерские группы, все, что будут делать российские группы в социальных сетях, это все будет изначально с большим вниманием рассматриваться. Поэтому я думаю, что американцы в данном случае не подкачают, как обычно. Насчет кандидата – это интересный вопрос. Он всегда очень дискуссионный. Потому что, например, если мы говорим про того, что россияне будут поддерживать Трампа, ну или кого-то от республиканской партии, это под большим вопросом, потому что Трамп, он не сильно предсказуем. То есть, вот я Трампа называю повелитель хаоса. И для Трампа интересны следующие моменты. Трамп, который понимает, что уничтожение или наезд на Россию дает ему больше электоральных бонусов, он все равно будет это делать. То есть, мы же с вами знаем прекрасно, что при Трампе, как ни странно, были введены санкции против России, гораздо более жесткие, чем при Обаме. Мы знаем с вами прекрасно, что когда Трамп полетел вдруг на странную встречу с Путиным в Хельсинки, потом вернулся, и его упрекнули в том, зачем ты вообще туда летал, что ты там два часа за закрытой дверью обсуждал. И он вынужден был оправдываться. То есть, вот если демократы, а они умеют это делать, поверьте мне, если они используют Россию как вот такую дубинку, которой можно лупить Трампа постоянно и тыкать его носом в связи с Россией, причем там достаточно есть этих материалов, то он будет вынужден в угоду избирателю занять более жесткую позицию и сказать, смотрите, я круче Байдена, я вообще там Россию уничтожу. Поэтому тут очень дискуссионный вопрос, а будет ли Трамп настолько лоялен к России, как ему приписывают это. И еще один интересный момент, это то, что если, ну, во-первых, там еще праймерис не прошли внутренние, во-вторых, у Трампа есть достойные конкуренты, для нас это не очень хорошая история, но тот же Вивик Рамаслами, который говорит, что надо Украину сдать в угоду России, но для того, чтобы Россия оттянулась от Китая, он вообще не понимает принцип построения внутренней политики Российской Федерации. Ну, то есть нас ждет много сюрпризов, нас ждет целый сериал, который называется «Выборы в Соединенных Штатах». И еще не факт, что, ну, есть у меня ощущение, что, скорее всего, кандидатом от республиканцев будет Трамп, потому что там спонсоры уже примерно в этом направлении смотрят. Но еще не все решено. Окей, что вообще может происходить сейчас на фоне выборов в Российской Федерации, то есть в преддверии псевдовыборов в Российской Федерации, которые на март назначены? Какими методами попытается сейчас Путин воспользоваться или вообще в целом его кремлевская команда для того, чтобы создать картинку выбора? Ну, вопрос, нужно ли им создавать эту картинку. То есть мы же прекрасно понимаем, что, ну, Путину посчитают так, как нужно. Все всегда было так. За 20 лет ничего не поменялось. Вопрос другой, что Путин, вот то, что я заметил, он сильно отстраивается от милитаристской тематики. То есть год назад он делал обращения на фоне людей в камуфляже, да, понятно, половина ФСОшников ряженых было. Но сейчас он максимально вообще избегает упоминания Украины, войны, там чего-то еще. То есть потому что эта тема, если он ее вдруг затянет в свою избирательную кампанию, она его может угробить. Ну, не то что угробить, но негативно повлиять. Почему? Потому что когда ты локомотивно делаешь тему войны, ты должен на этой войне что-то показать. То есть вот к марту месяцу, к выборам, он должен показать какие-то результаты на поле боя. А их нет. И навряд ли они появятся. Поэтому он отстраняется от этого. Он говорит про... Я его последнюю эту речь проанализировал. Он говорит про семью, про то, что Россия бы исчезла, если бы не он, ну не он, а его там сторонники говорят. Про то, что Россия двигается так, как нужно. Россия остается в орбите мировой геополитики. На самом деле это полное вранье. В какой орбите геополитики остается Россия? Россия все больше и больше впадает в зависимость от Китая, от Индии. И я думаю, что в принципе он там расскажет, как всегда, про семью. Если бы не я, то тут бы были родители номер один, родители номер два. Православная церковь, мы все многонациональная нация. Что он там еще расскажет? Про детишек расскажет, что нужно рожать ему мясо. Ну, по-другому, конечно, скажет. Ну, в общем, вот примерно так он и будет говорить. И будут они использовать, они всегда это делали, лидеров общественного мнения. Вот эта вся шушера типа Машкова, Дюжева, кого-то там еще. Вот они все будут гастролировать по городам и весям Российской Федерации. И будут рассказывать, что Путин это вот просто ангел-хранитель России. Если бы не он, России бы не было. Ну, классика жанра. Вопрос в том, что рядовому россиянину не нужно, как это, двухэтажные коммуникации. Ему нужна прямая бронзбойд-коммуникация. Путин, 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 Путин. Ему нужна рядом проезжающая репрессивная машина и каток. Если ты не говоришь Путин, то ты уедешь, куда сам знаешь. Вот и все. То есть это же два инструмента, которые работали со времен Геббельса еще. Борис, появилась вот еще подобная информация. Глава службы внешней разведки РФ Нарышкин заявил, что США собирается вмешаться в ход выборов президента России и раскачать ситуацию в стране с помощью россиян, участвовавших в американских программах обучения по обмену. Об этом РИА Новости сообщают. Для чего это за... Ну, понятно, что эта информация, это полный бред, да? Но для чего она вбрасывается во внутреннему потребителю? Они такие ждут каких-то раскачиваний? Ну, это история про иноагентов. То есть, если говорить в цифрах, то вот все суммарно, все участники этих программ, там, там, work and travel, там, еще каких-то, они, их количество примерно 80 тысяч. Представьте себе, на 140-миллионную Россию 80 тысяч, и то процентов 70 из них уже не в России. То есть, это история для того, чтобы закрутить гайки не явным иноагентам, таким, как, например, там, не знаю, общество Сороса, там, или фонд Сороса, точнее, или еще каким-то, а вот даже тем, кто хоть частично причастен к программам американского правительства. Поэтому это лишь история для того, чтобы поймать на улице какого-то человека, сказать, ты там на грин-карту подавался, все, поехали. И все, кто в России имеет такое желание, до сих пор, таких уже немного, они скажут, нет, ладно, мы остаемся. Поэтому это история про раскачку темы про иноагентов, и все. Потому что иноагент — это просто синоним врага народа. У Сталина, при Сталине был враг народа в Советском Союзе, а здесь у них иноагент. Поэтому будут догонять, будут ловить, ну а что делать? Это еще раз делается для того, чтобы не вздумали какие-нибудь там матери военнослужащих, какие-нибудь там либеральные либералы, там уже таких не осталось. Выходить просто на улицу, ну, это вот то, о чем я говорил до этого. Репрессивный механизм усиливается, поэтому ничего странного в этом нет. Окей, а в преддверии псевдовыборов в России обязательно проводить такую, ну, такие поиски там иноагентов, поиски предателей, поиски врагов Родины, ну, чтобы кого-нибудь задержать? Обязательно. Потому что Россия нынешняя, это Россия, для которой должен быть внешний враг. То есть вот почему там куриные яйца или куриное мясо подорожали на 30%, это внешний враг. Почему вы живете плохо в грязи там и где-то еще, это внешний враг. Почему мы тратим миллиарды на войну, а не на то, чтобы вам канализацию провести, это внешний враг. И вот эта история про иноагентов, она очень хорошо укладывается в тезисы про внешнего врага. Поэтому нужно накачивать эту тему, нужно рассказывать всем, что все будет ужасно, если сюда придет НАТО. Мы воюем с НАТО там и так далее. Поэтому, конечно, обязательно. Борис, смотрите, ну они действительно напуганы информацией о том, что те, кто выехал из России, не смогут голосовать в консульствах российских. Якобы не хватает работников, уменьшены бюджеты на консульства и так далее. То есть получается, что они действительно боятся увеличения той же Росгвардии, да, Путин закрывается. То есть, ну все-таки, да, что-то же там внутри происходит, раз всячески этим выборам пытаются придать демократичность, но опять-таки закручивают гайки иноагенты, враги, кругом враги. Ну и плюс россиянам за границей пытаются не дать проголосовать. То есть что-то такие они чувствуют, что-то такие, возможно, назревают? Они, ну даже уже было, я бы сказал. То есть вот этот поход Пригожина, это то самое, чего они боялись. Бунт изнутри. Чего они боятся с голосованием россиян на заграничных участках? То, что россияне будут фотографировать бюллетень, там писать «фак ю Путин» или что-то еще, ну и так далее. Там против всех, не знаю, фоткать эти бюллетени и это все попадет в сеть. Вот чего они боятся. Потому что там россиянин чувствует себя гораздо свободнее. Там он понимает, что если он там плохое слово напишет напротив Путина, то его, ну, вряд ли кто-то достанет. Поэтому вот этого они и боятся. Максимально ограничить поток вот этой информации в соцсети, которую они не сильно контролируют. Они этого боятся. Ну, а еще пытаются сместить фокус. Сместить фокус, чтобы все обсуждали, как они запрещают голосовать за границей, с фокуса, что Путин на самом деле, никто не приедет в Россию на это голосование с международных наблюдателей. И он фактически, как Лукашенко, будет нелегитимным уже. То есть они смещают на микрофокусы главный тезис, что Путин, по большому счету, после этого голосования не очень-то и легитимный будет. Окей. Ну, а после голосования что должно произойти? Как должна измениться ситуация на политическом уровне или в целом? Какие решения должны приниматься властями Российской Федерации и страны-агрессора? И что может полностью повергнуть в шок российских граждан? Я не знаю, что может повергнуть в шок российских граждан. Честно. Это, знаете, все равно, что вот сесть надо микроскоп накрутить на инфузорию туфельку и орать на нее. Смотри, ты сейчас будешь жить хуже. Она не сможет смыкать синапсом ей просто, потому что она не способна на это. Вымыли критическое мышление полностью из россиян. Поэтому их повергнуть в шок, если завтра, еще раз, я все время об этом говорю, если завтра Путин издаст указ ходить без штанов на улице или выключить у себя отопление, потому что так нужно стране, они это сделают. И многие это сделают по зову, не знаю, нет сердца, души, нет мозга, по зову Путина. То есть вот так они это сделают. Поэтому я не думаю, что их что-то может повергнуть в шок сейчас. Потому что когда базовый инстинкт самосохранения, ты уже перешагнул. То есть ты просто, Путин тебя зовет на войну, ты идешь и умираешь там, погибаешь бесславно. Когда ты уже перешагнул этот этап, что тебя вообще может повергнуть в шок? Мне, ну знаете, был такой рассказ интересный, очень фантастический, когда инопланетяне прилетели к Земле и сказали, мы вас сейчас всех убьем. Я не помню, кто написал. И земляне такие полетели с ними вести разговоры. И оказалось, что вести разговоры бесполезно, потому что для них это мир, война. То есть полная антагонистская система координат. То есть мы им что-то говорим, а они говорят, Путин президент мира. Вы на нас хотели напасть, вы Украина маленькая. Мы говорим, а почему? Вы же ядерная держава. Ничего не знаем, вы хотели. Вы НАТО, вы против нас воюете. То есть смысл донесения месседжа абсолютно обнуляется. Поэтому я думаю, что россиян повергнуть в шок могут, ну не знаю, что их там может повергнуть в шок. Они же даже не, они признали то, что страна коррупционная, то, что они не имеют своего мнения, то, что они абсолютно такое биомасса. Что их еще может повергнуть в шок? Да, вроде бы как большинство это устраивает. Ну что ж, будет тема для дальнейших обсуждений. Борис, спасибо большое. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.